Продолжение следует... 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 Тут вопрос, насколько хотят что-то менять с Нацгвардией. Или это просто чисто формальное переподчинение в рамках политических договоренностей, чтобы забрать любые рычаги влияния у министра Авакова? Или это такая попытка что-то сделать с Нацгвардией, которая является таким гибридом бульдога с носорогом? Да, в Европе такое есть. Разные жандармерии, которые есть и вооруженные функции вооруженных сил, и функции по охране общественного порядка. Но у нас есть все-таки конституция, которая не совсем позволяет делать подобные вещи. То есть непонятно, будет ли вообще реформа Нацгвардии, или все ограничится только таким формальным переподчинением. Хорошо, возникает вопрос. Вы упомянули Авакова. Зеленский, получается, таким образом хочет защитить себя от министра, или как это назвать? Если вспомнить прошлую власть, когда был президентом Петр Порошенко, таким образом некоторые эксперты говорят о том, что Аваков со своей Нацгвардией несколько сдерживал Петра Порошенко. Получается, Владимир Зеленский хочет забрать у Авакова эту возможность, чтобы не было влияния никакого на президента, или как это назвать? Не совсем понятно, потому что у Авакова останется национальная полиция с подразделениями КОРДА, с подразделениями полиции особого назначения, в которых довольно-таки много до сих пор есть работников Беркута. То есть у Авакова останется 120-тысячный коллектив национальной полиции. Нацгвардия — это 20-30 тысяч личного состава, из которых заточены какие-то события именно на улице, на охрану общественного порядка и что-то близкое к этому, всего лишь тысяч семь, не больше. Все остальное — это более-менее что-то похожее на воинские подразделения, которые привлекаются именно для исполнения функций, по сути, вооруженных сил. Есть небольшой кусок еще по охране всяких опасных объектов, дипломатических представительств для конвоирования, но все равно это не те силы, которых стоит бояться. Ну то есть получается, что Национальная гвардия Украины, она не является главным козырем в руках Арсеновакова, или же все-таки она имеет какой-то вес? Ну вы просто сказали о многотысячной полиции, о КОРДе и о разного рода спецвойсках, скажем так. Один из козырей Авакова, ну у него же есть несколько служб подчинения, миграционная, пограничная, ну полиция та же. Но просто Национальная гвардия — это крупный вооруженный орган, которым много военнослужащих, и, наверное, Зеленский таким образом хочет как-то уравнять свои возможности в плане контроля улицы. Можно даже предположить, что в самом худшем случае, если будут какие-то уличные выступления, например, против возможного Минска-3, так называемого, каких-то там вариантов сдачи национальных интересов, люди же выйдут на улицу. Возможно, Аваков не захочет разгонять людей, если будет такая установка. Тогда у Зеленского будет Национальная гвардия в своем подчинении. А Национальная гвардия, кстати, гораздо более юридически удобна для разгонов собраний, чем Национальная полиция. Потому что полицейский, если он не исполнит приказ, максимум, что его ждет это увольнение со службы. А Национальный гвардия, как военнослужащий, может получить уголовную ответственность. Если, допустим, в данном контексте случится такая ситуация, не дай бог, но, например, нацгвардиец может сказать, что он отказывался выполнять злочинный, как говорят на украинском языке, приказ. То есть, вот как в свое время Беркут во время Майдана избивал людей. Как в такой ситуации быть? Абсолютно спокойно во время Майдана и военнослужащие внутренних войск избивали людей. Может, это просто было видно меньше, но такие случаи были. Просто давайте судить так. Военнослужащие, даже нацгвардии, много из них это строчники, солдаты. Много из этих людей, которые, ну, они неверисты по образованию. Если их командир дает им приказ, который явно не можно назвать преступным, то есть это же не приказ про вырезание сел или там сжигание живьем и так далее. Если это будет приказ зачистить улицу, что здесь явно преступного? Для простого нацгвардейца это будет довольно сложно разграничить такие вещи. Сейчас активно в сети, знаете, вот есть такое, шутят, Порошенко готовит путь. Вот, возможно, знаете, защита такая против путь. Как считаете, в свое время Авакову позволяла национальная гвардия, вот такой, скажем, такой козырь в рукаве, сопротивляться тем действиям Петра Порошенко, которыми он считал непринятными для себя? Ну, у Авакова все-таки была в подчинении национальная гвардия, национальная полиция, крупная фракция в парламенте, еще один министр в правительстве, министр юстиции. Ну, и у него было очень мощное политическое влияние, в том числе с политическими ресурсами. Сейчас же власть Авакова держится, я не совсем понимаю на чем, видимо, на каком-то его вот таком вот условном политическом весе. Просто он ничем не подкреплен, кроме его условного влияния. И как раз сейчас вполне возможно у него такие полномочия отбирать. А про путь, это же действительно не шутка. Если все будет идти так, как прогнозируют, если таки будут идти переговоры, и на фоне вот этой эйфории с принятием законов, в какой-то момент действительно может возникнуть Минск-3 и противодействие ему, которое можно потом разгонять, аргументировав, что вот смотрите, мы же обещали, что там условный Порошенко устроит путь. Вот смотрите, это не люди выступают против чего-то нехорошего, а это проделки конкурентов политических. Вот в этом есть опасность. Есть, вот я хотел бы зачитать вам записку пояснительную к документу, которая внесена вот здесь. Необходимость такого решения разнесется в тем, что в условиях особого периода руководство военными формированиями, в частности нацгвардии, не относится к сфере внутренних дел, а находится в подчинении президента. Кроме того, в обосновании ссылаются на решение Конституционного суда от февраля 2009 года, которое дало основание считать, что Рада, президент, Кабмин имеют отдельные конституционные полномочия в сферах нацбезопасности и обороны. Но только президент назначен, наделен конституционными полномочиями осуществлять руководство в этих сферах. Насколько в данном случае это может быть такая пояснительная записка аргумента и насколько она противоречит или не противоречит законодательству? Я бы сказал, что это просто юридическая казуистика. Действительно полномочия разграничены, действительно президент отвечает за национальную безопасность и оборону, но не он один, это явно. А с нацгвардией у нас особо интересная история именно из-за того, что во всех законах нацгвардия указана как военное формирование с правоохранительными функциями. То есть именно наличие правоохранительных функций позволяет использовать этот орган на улице против своих граждан. При этом же у нас есть статья 17 Конституции, часть 4, там написано, что никто не может использовать воинские формирования и вооруженные силы для ограничения прав и свобод. Заметьте, не нарушение, а только ограничение. Любое действие, которое делает полицейский, когда подходит к нам на улице, просит остановиться, предъявить документы, это ограничение прав и свобод. Законное, это не нарушение, но ограничение. Нельзя использовать вооруженные силы и военные формирования для ограничения прав и свобод. Это значит, что очень сомнительно с точки зрения Конституции вот эта конструкция военное формирование с правоохранительными функциями. И мы надеемся, что нынешние депутаты от разных оппозиционных фракций поставят подобный вопрос перед Конституционным судом для того, чтобы суд сказал, можно ли военнослужащих использовать на мирных собраниях. А если говорить о этих же военнослужащих, ну, например, на фронте, на востоке Украины, где идут боевые действия, может ли что-то в этом случае поменяться для использования национальной гвардии на Донбассе в войне Украины с Россией? Нет, тут никаких изменений не ожидается, потому что и раньше это все координировалось в операции объединенных сил. Там не было такого, что Аваков управлял нацгвардией, кто-то управлял своими подозрениями. Нет, там все уже давно скоординировано. Там изменений вряд ли стоит ожидать. Хорошо, спасибо вам большое за комментарии, Михаил. Гостем программы «Лицом к лицу» был исполнительный директор правозащитной инициативы Михаил Каменев. Я, Евгений Огарков, говорю вам до встречи в следующем эфире программы «Лицом к лицу».